Дорогие одесситы и дорогое молодое поколение Одессы, специально к этому дню мы объявили конкурс на написание сочинения на тему 10 апреля, главный день в истории города Одессы. Мы должны помнить и не забывать. Это действительно то единственное, что мы можем сделать людям, благодаря которым мы живем в мирном городе, помнить и чтить их память. Награждали победителей патриотического конкурса на главной площади Киевского района. 26 лучших работ были отмечены почетными грамотами. Алирова Эльвира, Одесская школа номер 89. Вощеновская Дарья, Одесская школа номер 28. Это инициатива депутата Одесского городского совета танцюры. В нем приняли участие более тысячи учеников Киевского района, средних школ наших. Были определены победители в каждой школе. И затем комиссия был определен победителем. Очень приятно, что эта традиция становится уже постоянной. И дети этим самым приобщаются к истории нашего города, к славным его традициям. Главный же приз из рук Дмитрия Танцюры получила Ангелина Харитонова, ученица школы номер 106. Ребята, я думаю, что благодаря таким, как вы, есть будущее у нашей страны, есть будущее у нашего города. Я еще раз поздравляю тебя как первую победительницу с этой наградой. Ты ее по-настоящему заслужила. Поветительница признается, конечно, мечтала о том, что ее сочинение отметят члены жюри. Но первое место и главный приз – 10-й айфон – это здорово вдвойне. Эмоции на самом деле переполняют, очень приятно. Не особо стремилась к первому месту, просто хотела сложить часть себя в знаменование этого праздника, потому что 10 апреля, правда, праздник со слезами на глазах. Много эмоций и очень рада. О чем ты писала? Я писала историю, ну не историю, просто о моряке, неизвестном матросе, и также упомянула 108-ю гвардейскую дивизию, музей, который находится у нас в школе. Радует то, что большое количество юных одесситов приняло участие в этом конкурсе. А это говорит о том, что они интересуются историей, и это говорит о том, что у нашего города есть будущее. Еще одним подарком авторам 100 лучших конкурсных сочинений, посвященных Дню освобождения Одессы, стала возможность попасть на представление в Одесский дельфинарий.